МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Такая жизнь». Больная тема Алексея Немова. Такие вещи, они бесследно не проходят. Почему великий спортсмен не общается с родным отцом, живущим в кубанской глубинке? Это тяжелый вопрос. Я уже не хотел. Об этом они заговорили впервые. У лошадей все как у людей. Рожа твоя налая. У тебя жена в положении. Рожать ей скоро. А ты что делаешь? Кобелюешь? Станичники возмущены поведением пони, который постоянно убегает от беременной жены к любовнице. Приключения иностранных фермеров в России. В России они потребляют все один раз. Типа суббота вечером. До дна все вещи крыши, и недосможно до понедельника ничего не видеть. Они учат нас работать, мы их весело отдыхать и воровать. А где не воруют? Скажите, пожалуйста, а где не воруют? Да везде. Такая жизнь в гостях у ливанца, китайца и француза. Светлое Христово Воскресенье. Такая жизнь восхищается шедеврами смоглюка, мечет бисер на куриное яйцо и плетет кружево из страусиной скорлупы. Пасхальный подарок родной телекомпании. Краснодарский гарнизонный суд вынес приговор бывшим сотрудникам милиции Гонтарю и Шишову. Такая жизнь пристально следила за этим процессом. Федор Гонтарь осужден на 8 лет строгого режима, его коллега на 7. Судебное разбирательство длилось более 4 лет. За это время и Гонтарю, и Шишову пришлось пережить многое. В том числе пытки в следственном изоляторе. В 2008 году они задержали гражданина Тефитулина в момент совершения полового акта с несовершеннолетним парнем. Задержанный не отрицал свою вину. Вот документ, написанный им собственноручно. Кистал исполнять минет. Но вскоре подал заявление на сотрудников милиции, где обвинил их в похищении и вымогательстве. Гонтарь и Шишов оказались на скамье подсудимых, а Тефитулин ушел от ответственности. Это тем более странно, что на суде он не отрицал акта педофилии. Однако Фемида закрыла не только глаза, но и уши. Судья Крикоров словно не услышал пикантных подробностей. Многочисленные ходатайства Гонтаря и Шишова о возбуждении уголовного дела о педофилии в отношении Тефитулина суд отклонил. Это интервью Федор Гонтарь дал перед тем, как заслушать свой приговор. Я надеюсь только на оправдательный приговор и выделение материалов для возбуждения уголовного дела в отношении педофила, гражданина Тефитулина. Но уже через полчаса Гонтаря и Шишова взяли под стражу, прямо в зале суда. По совокупности преступлений в соответствии с статьей 69 главного конца Российской Федерации, окончательное наказание Гонтаря и Шишова назначили, чем частично осложили, назначили наказание, решить их свободу Гонтаря сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима, Шишова сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима. Адвокаты осужденных сразу же заявили, что категорически не согласны с решением суда. Был вынесен судом приговор, приговор обвинительный, явился следствием массового грубого нарушения со стороны суда норм уголовно-процессуального законодательства и как следствие вынесения несправедливого приговора в отношении подсудимых Гонтарь, Шишова и Рогова. Приговор суда будет обжалован в кассационном порядке. Во время оглашения приговора отцу Гонтаря стало плохо. Сердце выскакивает. 40 лет назад слуги защищал государство. В таком же государстве я защищал. А он будет насиловать ребят, да? Я еще могу бы выводить 40 тысяч, чтобы ему весело было. Хорошо. Это наше государство. Вот так и объявили, что это наше государство. Парень с собой рисковал, спасал это, его посадили. А педофил будет гулять и до своей дачи. Отлично. Официальный представитель суда заявил, что приговор справедливый. Но пояснить, почему суд не усмотрел состава преступления в действиях Тефитулина, не смог. Скажите, пожалуйста, а вот у нас есть аудиозапись из суда, где Тефитулин говорит, что имел сексуальную связь с несовершеннолетним. Почему суд признает это инсценировкой? Есть заявление мальчика, что его насиловали. Есть показания Тефитулина, который говорит, что сексуальная связь с несовершеннолетним была. Какая же инсценировка? Так, 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 так. Вопрос задан? Да. Сам Тефитулин ушел от судебного заседания крайне довольным. В качестве моральной компенсации ему, человеку, признавшему половую связь с подростком, будет выплачено 40 тысяч рублей. В глухом кубанском хуторе живет отец мировой знаменитости, легендарного гимнаста Алексея Немова. Живет тихо, нелюдимо. Вот уже много лет он не общается с сыном, и кажется, это ранит обоих. И время идет, и не лечит. Так почему же разорвалась связь между самыми родными людьми? Они согласились рассказать об этом только такой жизни. В саманной просевшей хате на отшибе маленького хутора вот уже много лет живет одинокий мужчина. Дрожащими руками он заваривает чай себе, одному. И мало кто из соседей знает, что это отец легендарного олимпийского чемпиона Алексея Немова. О, только родился в 76-м майсе. Перебирая фотографии, Юрий Немов заметно нервничает. После развода в далеком 87-м году бывшей стала Юрию не только жена, но и сын. Ну, так получилось, жили же отдельно. У меня была другая семья. Ну, о чем мы вообще говорим? У нас больше полстраны разведенных. Звезды такие расходятся, по 10 семей имеют. Ну, я кто? Я простой крестьянин, работяга. Чего бы мне говорить? Столько ошибок в молодости делают люди. О чем говорить? И что здесь такого, что развелись? Ну, так и что? На 20 лет отец ушел из жизни сына. Голодное детство, нищета и слезы матери – олимпийский чемпион никогда не говорил об этом раньше. Развод родителей, исчезновение отца – слишком больная для него тема. Положа руку на сердце, ну, когда было тяжеловато, и нам с мамой вдвоем, то, конечно, его помощь нужна была, необходима. Мне, как сын, мама там и плакала по ночам, я помню, и я ее успокаивал. Влезали в долги, и маме приходилось работать на двух работах. Безусловно, все это мы проходили, жили в малосемейке. Нам талоны давали на питание, и мы… Ну, какое-то время я не питался просто из-за того, что там задавал какие-то талоны, там по 2,50, по-моему, 2 рублей 50 копеек. А если сдаешь там какой-то ремень, то тебе там наличными деньгами можно было так вот сделать. Вот. И я, по-моему, там 67 рублей, что за месяц, по-моему, тогда получил, а тогда мам получала 120, по-моему, рублей. То есть практически пол зарплаты я туда принес. Но самые болезненные воспоминания прославленный спортсмен оставит при себе. Проговорится его жена. Он приходил в зал, его называли безотцовщиной. Да, такое тоже было. И он не говорил даже маме об этом. Это страшно, да, когда мальчик там поплакал, вытер слезки. Это придавал каких-то ему сил, стремлений выбиться из того, как они с мамой живут, помочь маме. Ведь он там, будучи там, не знаю, в 10 уже сколько, в 12 лет, она его звала хозяином. Маленький мальчик мечтал, что отец вернется, поможет, поддержит. Но Юрий Немов нашел сына, когда его знала уже вся страна. Он стал ее гордостью и звездой спортивного Олимпа. Я, значит, написал вот это «Жди меня» или программа «Жди меня», да. Я еще там в Ленинградской области жил. И Алексей меня нашел без этой программы. Видать, ему там сообщили, что отец разыскивает. Приехал его товарищ с Ленинграда. Значит, взяли мне билет, посадили на поезд и привезли в Москву. Это была долгожданная встреча. Но поговорить было не о чем. Слишком много лет их разделяло. Вот когда люди долго не виделись, они в мыслях много хотят сказать, а когда встречаются, вроде сказать не о чем. Но самое главное для меня, что он жив-здоров. Когда папа его там искал, нашелся, после общения, может быть, или не самого лучшего, скажем, да, то есть были такие слова, что, ну, не было его, и зачем он сейчас. Они стали изредка созваниваться. Пару раз отец приезжал в гости к сыну в Москву, а потом в прессу просочилась информация. Немов старший требует у немого младшего квартиру. Эта шумиха расстроила и без того натянутые отношения. Глядя на образ жизни немого отца, сложно поверить в его меркантильность. Скромная хата, удобство на улице – это десяток кур. Все, что нажил отец чемпиона. Больше, говорит, ему и не надо. Я не инвалид. Сам себя покормить могу. Все это поводили ему. Никакого предложения не было, никакой просьбы не было. Это неправда. Он не просил ничего, просто я, ну, как бы, сам как-то, ну, там, у него были какие-то там проблемы, но там суммы небольшие были на самом деле. Потом вот он приезжал. За два, наверное, три вот так был его приезд. Ну, и я бы не хотел на самом деле это уносить. Просто, ну, так не сложилось у нас какое-то вот, наверное, взаимопонимание какое-то, да. Ну, потому что все-таки долгий перерыв. О том, что отец чемпиона человек гордый и денег просить не станет, говорит и его мать, бабушка Алексея. Она не видела внука почти 25 лет, но по-прежнему ждет. Это же мое родное. Как же не ждать? Даже слезы. Жду, конечно, жду, не знаю, дождусь или не дождусь. Хорошо бы приехал бабушка, хоть бы увидела перед смертью. Дядя прославленного гимнаста тоже живет в Брюховецком районе. Здесь вся родня по отцовской линии. После развода родителей Алексей не поддерживает с ней отношения. Может, не хочет общаться, может, какая-то причина есть на этом. Но на меня ему обижаться нет причины. А на отца? На отца может и есть причина обижаться. Может, за то, что бросил их. Алексей ссылается на плотный график и отсутствие времени. Отношения с отцом сегодня опять прерваны. Почему ни отец, ни сын говорить об этом не хотят? Если он захочет, он сам скажет. Я не могу сказать вам, в чем причина, точно из чего. Но не сложилось. Глядя на этих людей, один из которых, кумир миллионов, завоевал сердца не только блестящей техникой, но и редкой порядочностью, а другой работяга со стажем, действительно не верится, что разделяют их деньги. Это больше похоже на недосказанность, которая всегда остается между родителем и брошенным ребенком. Может быть, он на вас обижается за те 20 лет, которых у вас не было? Ну, возможно, но я не слышал от него этих слов. Я, мне кажется, довольно-таки тактично повел, что не стал обсуждать эту схему. Я думаю, что такие вещи взрослые люди должны сами понимать. Мы, дети, не должны родителей в таких вещах получить. Отец нервно курит, потупив взор. Он боится звонить сыну. А сын ждет звонка отца. Если мы дадим тебе звонить? Ну, сам я не буду звонить. А если бы время назад что-нибудь бы по-другому сделали? Обязательно. Обязательно. Ну, это только мечта. Алексей Власов, Ангелина Богдасарян, Евгений Тюников. Такая жизнь. Кто сказал, что гулящий мужчина – кобель? Моя коллега Ангелина Богдасарян уверена, символом супружеской неверности должен стать пони. Жители двух станиц под Новороссийском уже несколько лет наблюдают за любовной драмой, которая разыгралась между пони и лошадью. Вся округа сочувствует беременной жене неверного и ругают его, на чем свет стоит. Хотя в глубине души мужчины понимают страстного пони. Уж больно хороши формы вероломной кобылы. Для влюбленного пони 70 верт, не крюк. Преодолевая леса и горы, несется Орлик к любовнице настоящим орлом. Похитила сердце Орлика вот эта кобыла. Хороша Маша, да не наша. Кокетливо пожевывая травку, Маша, как умная женщина, делает вид, что не замечает готового уже на все мужчину. Пони злится. Ну к чему эти ужимки? Сколько можно? Ради нее, любимой. Он сбежал от беременной жены. Мчался 70 километров, а Машка опять ломается. Эта страстная история началась пять лет назад. Когда-то Орлик и Машка жили на одной ферме. Встречались, но до интима не дошло. Флирт кобылы пони принял за чистую монету. Воспылал страстно, но безответно. Девушка не была готова к такому мезальянцу. Это печальная история. Мне рассказал ее старый Аксакал Карамултуков. Случилось так, что влюбился Орлик, а он из рода Буцефалов. Он влюбился в эту прекрасную лошадь. Она приняла его первое время, но затем выяснила, что у него нет регистрации. Практические гражданства даже нет. И предложить ему нечего? Нет, совершенно нечего. Не наработал ни Мерседесов, ничего. И эта лошадь, как всякая женщина, отвергла его любовь. То есть вы думаете, вот все-таки женщины за деньги, да, все-таки? Я в этом не сомневаюсь после этого случая. Три года назад Орлика купили и перевезли в соседнее село. Но сердце его осталось в этой конюшне. По проторенной дорожке он часто сбегает от жены к любовнице. Как только весна начинается, уже три года подряд, вот этот чудо света, мужчина, прибегает к своей любимой кобыле Машке. Машка вроде и не против, да? Машка, она его ждет. Отчаянный Орлик даже воровал любимую женщину. Но побыть наедине не получилось. За Машкой потянулся весь табун. Забрал Машку и табун, кобыл, всех, да? Так было? Так было. И угнал в горы. Вот эти ребята, они гнались за ним. Он их спрятал в лесу. И мы искали их ровно двое суток. Да он же мачо, получается. Двое суток и прятал в лесу. Потом уже кобылы, видать, наобещал им там рахат лукум, все. А там снег как раз был в горах. И они решили вернуться назад. Хозяин кобылы Анатолий Иванович возмущен. Орлик ведет себя, как настоящий козел. Рожа твоя наглая, у тебя жена в положении, рожать ей скоро. А ты что делаешь, кабелюешь? Когда это кончится? Каждый год такая и петрушка. Что ты на меня глазом смотрел? Глаза бесстыжи ты. Понимаешь, видишь? Ты понимаешь, все. Да, стыдно. Стыдно ему. Вот сегодня она тебе даст. Но, похоже, ему нет дела до жены. И мучает его не совесть, а ревность. В эту ходку Орлик узнал, что его любимая залетела от какого-то коня. Нервы сдали окончательно. И маленький пони дал большому сопернику в глаз. Машка-то от кого беременна? Машка от лимона, которому он набил морду. Он, видишь, губа разбитая. Ну, глаз уже подзажил кровяной. И у него кровяной глаз. Слушайте, как пони может побить такую большую лошадь? Ну, любовь. Ради любви. Вот такой пацан, он тебе ради любви кинется. А пацаня-то за девчат всегда берут. Анатолий Иванович ухмыляется, ведь он и сам не без греха. А я в свое время далеко тоже бегал. Кобель, не кобель, но мужчина. И все равно, вот скотинка, он мужчина тоже. Где б не лазил, а домой придет все равно. До жены куда суть денется. Иди с Машкой прощайся и все. До следующей весны поразить, чтоб я тебя не видел. Я тебя как брата прошу. Их прощание достойно Оскара. Ему так хочется остаться. А ей вроде и хочется. И колется, и конюх не велит. Вечная любовь. Верны мы были ей. Но время зло для памяти моей. Чем больше дней. Глубже рано в ней. А теперь домой, до жены. Понял? Попроси прощения. На колени упади. Упади на колени. Я тебе покажу. Ты знаешь как. Понял? Ножку дай. Ножку. Во. Понял? А жена, прости. Че? Какая жена не прощала? Кобелей нас, мужиков. Затем Орлика передадут хозяину. Руслан неделю искал питомца. Орли, где ты был? Ты мой красавец. Он оседлает его и поведет с повинной к жене. За походы налево мы называем мужчин кобелями или козлами. Теперь вот можно еще и пони их называть. Интересно, как Орлика встретит жена. Пока супруг ходил налево, брошенная мальвина совсем извелась. Не поднимая глаз, она щиплет в одиночестве траву. На глазах всей фермы она выглядит униженной и оскорбленной. Орли, когда уходит, мальвина не ест, не пьет. Она просто тоскует. Она ничто не может без него делать. Очень любит, ревнует. Но по дороге домой Орлик опять сбежит. Казаки будут искать его три часа. А мы все это время ждать вместе с обманутой женой. Под вечер непутевый Орлик найдется. Оказалось, он вновь бегал к Машке. Быть может, не успел сказать напоследок главное. Ради приличия жена Орлика взбрыкнет. Мол, где тебя носила? Побухтит. Но, как и большинство беременных женщин, ей останется лишь одно. Понять и простить. Ангелина Багдасиряна и Александр Клипа. Такая жизнь. Далее коммерческая сторона такой жизни. А сразу после рекламы. Приключения иностранных фермеров в России. Россия, они потребляют все один раз. Типа суббота вечером. До дна все выше крыши. И невозможно до понедельника ничего не видеть. Они учат нас работать. Мы их весело отдыхать и воровать. А где не воруют? Вы скажите, пожалуйста, а где не воруют? Да везде. Такая жизнь в гостях у ливанца, китайца и француза. Светлое Христово Воскресенье. Такая жизнь восхищается шедеврами смоглюка, мечет бисер на куриное яйцо и плетет кружево из страусиной скорлупы. Постальный подарок родной телекомпании. Что объединяет ливанца, китайца и француза? Плодородная кубанская земля. Много лет назад по разным причинам, но с одной целью заработать, они приехали в наш край. И первое, с чем столкнулись, даже не трудности перевода, а трудности понимания нашего образа жизни. Вера Рощинская убедилась, что русскому хорошо, то французу перепой. Алиабас приехал на Кубань из далекого Ливана. Привез мечту – взять и возродить небольшую станицу. Недолго думая, Алиабас взял в аренду заброшенные поля, раскинул яблоневый сад и огуречные плантации. Капельное рощение, оно идет вот в землю. И вот видите, на каждый ряд идет вот. Еще никто из местных фермеров не ставил в этих полях теплицы за 70 миллионов рублей. Станицы, где вода и газ есть не в каждом доме, души отопления для огурцов – непозволительная роскошь. Не надо, вот так не надо. Шли месяцы, а жители станицы так и не шли работать к ливанцу. Мы здесь долго живем, уже ни один год, ни два. И вижу, очень много людей без работы. Ну, почему так люди не хотят здесь у нас работать? Они не платят, потому и не ходят. Тогда Алиабас нанял на работу узбеков, чем окончательно настроил станичников против себя. Ливанского фермера стали нещадно обворовывать. А где не воруют? Вы скажите, пожалуйста, а где не воруют? Да везде. Не спасали ни собаки, ни шлагбаум. Тысячи яблонь пропадали в ночь сразу после посадки. Мы не успевали людей гонять отсюда. Выдергивают эти саженцы все. Для чего? Идут, берут и продают. После того, как саженцы стали пропадать оптовыми партиями, фермер решил отгородить свои сады высоким забором. Но и это не помогло. Предприимчивые местные жители украли и забор. Рубить руки ворам, как это принято на Востоке, Алиабас не стал, а просто поставил забор в два раза выше. Китаец Ван Деф, приехавший в Россию 8 лет назад, обносить забором свою землю не стал. Более того, сам поселился прямо в поле. В его родном Китае свободной земли для фермеров давно не осталось. Ван Деф старается использовать каждый кусочек арендованной земли. Посадить помидоры пораньше, продать подешевле. Местные фермеры на китайцах косятся. Продукт красивый, конечно, я не скажу. Помидор у них красивый. Ну, кусок, конечно, нам не доходят. Фермер с женой обитает в деревянном домишке без отопления. Оконные проемы забиты пленкой. В доме очень холодно. Спят на поролоновых матах. Самое ценное в его доме – пластиковые статуэтки. Жабы – это жадность в России. А в Китае что это означает? Ну, это называется... В Китае называется для дома полярки. День много было. Ван Деф действительно человек небедный. Просто непритязательный. Глядя на его быт, сложно поверить, что крупный предприниматель, у которого 100 гектаров теплиц, может жить в таких условиях и трудиться наравне с рабочими. Когда людей нет, я сам тоже пошел работать. Ван Деф живет в России так давно, что считает себя русским по духу. Друзья называют его Михаил Иванович. Его жене новое имя даже придумывать не пришлось. Ее зовут Лю Ся. Купить традиционные китайские продукты на Кубани сложно. Поэтому женщина научилась смешивать две великих кулинарных традиции – восточные рецепты с русскими. Рыбу и сало нужно вместе приготовить, будет вкусно. Пища китайцев всегда давала пищу для слухов среди местного населения. Как только китайский бизнес начал набирать обороты, по станице поползли нехорошие слухи. Как будто приезжие фермеры съели всех окрестных лягушек, змей и даже стрекоз. Впрочем, подозрительность исчезла, когда соседи заметили, что китайцы умеют отдыхать по-нашему. У нас люди тоже много пьют. Но пьют никогда не бросают работы. А вот француз Франк Дю Сеньор своим подчиненным пить не разрешает. В противном случае они не смогут унести ноги с рабочих мест. На его винодельне делают одну из лучших в Инкубани. И устоять перед соблазном дегустации бывает тяжело. Ну не без этого бывает, там гуточка попробуешь. Мы же должны пробовать, что мы производим, да. Франк приехал в Крымский район руководить винным заводом. Только вышел из самолета и сразу почувствовал связь с родиной. Здесь пахнет еще как, где моя бабушка живет на горе Пирене. И один и тот же звук тоже. Утром слышим петух, собака, которая кричит. И люди, которые говорят о вещах громкости. Франк родился в семье виноделов. Родители приучили его контролировать весь процесс производства вина. Его скорбулезность в работе уже стала легендой. Прежде чем разбить виноградники, Франк долго исследовал почву, ее влияние на вкус напитка. Этот чернозем, он считается как холодная почва. Он богатый и он можно использовать для белой сорта. Генеральный директор завода не боится испачкать руки, проверяя влажность почвы. И пробует на вкус каждую партию винограда. А вот готовое вино дегустируют с осторожностью. Россия, они потребляют все один раз. Типа суббота вечером. До дна все выше крыши. И невозможно до понедельника ничего не видеть. Возвращаться к себе в Прованс Франк не собирается. К жизни на Кубани он уже привык. Сложнее всего виноделу далась дружба с жителями поселка. Каждый из которых стремился доказать французу, что тоже умеет делать хорошие напитки. Не только самогон, тоже домашнее вино. Они все нам предлагали их гордость. Напивались прям, чтобы совсем. Вера Рощинская, Роман Лесков, Владислав Захаров. Такая жизнь. Пасхальная неделя – горячая пора для пекарей. Раскаленные духовки выдают бесконечные ряды пышущих жаром куличей. Но в эти дни в позе лица трудятся не только пекари. Со скоростью инкубатора художники и скульпторы ваяют еще один символ Христового Воскресения – яйцо. Его шьют, лепят, красят и даже режут. Юрий Степанов убедился, что Кубани дефицит пасхальных яиц не грозит. От титула «Кубанский фаберже» скульптор Михаил Смоглюк немного устал. На легендарного придворного ювелира работала целая рота подмастерьев, а Смоглюк в одиночку освоил 10 ремесел. Соревноваться нужно с самим собой. Это главное. И я считаю бессмысленно настраивать себя на какой-то шедевр, потому что в таком случае ничего не получится. Его пасхальные яйца в чем-то поинтереснее царских. У фаберже заказ у Смоглюка за так. Сделал тихо, молча, спокойно себе два яйца. Снесли? Снес, да. А где же, спросите, яйца? Мастер, как хороший актер, тянет паузу. Словно Кащееву смерть свои драгоценные овалы Смоглюк хранит в ларцах. Утки и зайцы шутят, отстали по дороге. Сегодня два символа Пасхи отправляются на выставку в исторический музей. Такая жизнь удостоилась чести снести яйца в витрину. Волнуюсь. Не знаю. Но не трясусь. Серебро, агат, нефрит и дорогая эмаль. Все эти материалы потрачены на то, чтобы вырастить в яйце точную копию памятника Екатерине Второй. Микроскопическое блюдо у ног императрицы можно сравнить с оригиналом. В двух шагах выставлены регалии кубанских казаков. Тонкая, однако, работа. Если Фаберже для императора сделал всего 56 яиц, то бисерная мастерская Любови Подмогильной работает как небольшой инкубатор. Киндер-сюрпризы для ее пасхальных сувениров несет весь район. Вот такие яйца, если кто-то видит, говорит, о, это Любовь Васильевна работает. То есть, как бы их еще никто не повторил. Вот такими яйцами стукаться кощунство, по-моему. Да. Фенечки, ремешки, ожерелья – все это для тела. Утереться таким ручником сложновато. Для души учитель и ее ученики плетут бисер на православную тематику. Труднее всего местным Рублевым бусинок и стекляруса даются иконы. Надо понести к батюшке работу, он ее проверит, благословит на завершение. Проверка в чем заключается? А вот все каноны вот эти должны быть выполнены. Каждый бисерный шедевр, как ребенок, рождается в муках. Девочка делала 9 месяцев. Мои пальцы уже через полчаса были исколоты и порезаны нитками. Маникюр – враг бисера. Здесь лучше всего иметь руки-крюки. К Пасхе не успею, но к 8 марта, к следующему, пожалуй, у меня жене подарок найдется. Отчаявшись встретить Пасху с бисерным яйцом, такая жизнь отправилась за настоящим. Аж в Новороссийск. Куриные – не наш уровень. Маловато будет. Вот это мой размерчик. Резьбой по крупномасштабным яйцам Игорь Рудь увлекся, экспериментируя с обычными куриными. Уж больно они хрупкие у современных несушек. Другое дело гуси, не говоря уже о страусах. У вас, наверное, отличные все же вороты. А гусиные мы не жарим, это пироги в основном. А когда остается, дома же все не переработаешь, сколько же пирогов надо. Есть друзья, есть знакомые. В заготовок у мастера целое гнездо. Вы классический скульптор, вы убираете все ненужное. Да, все лишнее отсекаем, вернее, отрезаем. Все его друзья, как кукушки, поставляют яйца из окрестных станиц. Производство практически безотходное. Яичница из каких яиц вкуснее? Страусины я не пробовал. То есть работаете сапожник без сапог? Нет, ну... На его сайт слетаются поклонники яичной скорлупы со всего мира. От Исландии до Австралии. Художник сетует. За бугром резную скорлупу покупают за тысячи долларов. У нас рублей. А ведь искусство вредное. Скорость фрезы 6000 оборотов в секунду. У микроскопической пыли жуткий запах стоматологии. Дрожит все внутри, как в детстве. А, снова. Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот. А, пока не остается. Готово. Пасхальный подарок родной телекомпании. Пасхальные яйца под маркой «Руть» скульптор продает вместо мантикварла. Между прочим, по 15 тысяч рублей за штуку. К Пасхе продажи увеличиваются. Яйцеобразных предметов. Яйцеобразных предметов пока не имеют. Не повалил народ еще. Еще народ, видимо, не проникся духом Пасхи. Любопытно, но лучше всего покупатели слетаются на свет. Пасхальный ночник – ноу-хау автора. Добыв яйцо новороссийского страуса, такая жизнь отправляется туда, где творчество и коммерция, по идее, несовместимы. В Краснодарском детском саду номер 139 к Пасхе приготовили яйца многоразового использования. Из папье-маше. За образец взяли куриные. Яйцо самой большой птицы в мире сначала было принято за белую дыню. Что это за яйцо? Страус. А как вы догадались? Оно большое. А у Страуса такие большие яйца. Оказалось, что дизайнер по яйцам среди подготовишек – самая распространенная профессия. Я красила. Я красила. Я нет. А я красила с тетей любой. Кстати, некоторые творцы к шести годам умудрились получить за свои работы гонорар. Мне папа дал денежку. За что? За то, что раскрасила? Ну я... Теперь ты с папой должна за такое яйцо. Вообще путевку в Турцию. Турция Турцией, но пасхальные яйца малышня предпочла украшать в русском стиле. Лежу на других детей и плакать хочется. У меня хуже всех. Нет. Красивее все. А вечером яичных дел мастера собрались применить свои таланты еще и в кулинарии. Помочь мамам и бабушкам. Обещали доказать родне, что испечь вкусный, а главное – красивый кулич гораздо интереснее, чем его купить. Юрий Степанов, Аглая Степанова. Раз, два. Сашка, я си! Наша редакция поздравляет вас со светлым праздником Пасхи. Это была такая жизнь. Мы увидимся ровно через неделю. Наши выпуски доступны в интернете на сайте канала www.9tv.ru Если у вас есть интересные истории, пишите их нам на адрес live9tv-mail.ru Если с вами поступили нечестно и вы не можете добиться справедливости, звоните к нам по телефону в Краснодаре 254-22-33. Всего доброго! И помните, что жизнь такая, какой ее делаем мы. Субтитры создавал DimaTorzok